К нашему эфиру присоединяется Мария Томок, руководитель службы обеспечения деятельности Крымской платформы, представительства президента Украины в Автономной Республике Крым. Мария, рада приветствовать вас в эфире. Здравствуйте. Доброе утро. Вот к вам, как к руководителю службы обеспечения деятельности Крымской платформы. Давайте вот с вашей помощью оценим, ну вот, прогресс, как количественный, так и качественный. Что такое Крымская платформа в момент ее становления и что такое Крымская платформа сейчас? На этот вопрос есть много ответов, потому что Крымская платформа, как инициатива президента Украины, она создавалась в нескольких измерениях. У нас есть международное измерение, которым преимущественно занимается Министерство иностранных дел Украины, которое состоит в том, чтобы соединять вокруг Украины, консолидировать усилия наших союзниц, стран-союзниц, ну не только ближайших союзников, но и страны, которые традиционно не настолько активно включались в отстаивание территориальной целостности Украины. Тем не менее, эта инициатива с 2021 года существует, напомню, и несмотря на полномасштабное вторжение, каждый год мы проводим саммиты Международной Крымской платформы как на правительственном уровне, а с недавних пор вот уже два года и в этом году тоже планируются саммиты парламентские, которые приглашают парламентариев со всего мира присоединяться к этой инициативе. И, безусловно, там есть прогресс и количественный, и качественный с точки зрения того количества стран, которые присоединяются, принимаются документы. Они, конечно, к сожалению, не имеют какого-то обязательного характера для этих стран, но тем не менее на уровне декларации это важно, потому что Крым, тем более сейчас, он выпадает иногда из общей картины, то есть даже наши союзники иногда воспринимают Крым как какой-то такой особый случай, скажем так, с которым все не так однозначно, извините за такое выражение. Вот, потому важно очень напоминать о Крыме, это, насколько я понимаю и знаю, вот это понимание стояло в корне решения президента Украины, офиса президента изначально в том, чтобы создать крымскую платформу. То есть резолюции Генассамблеи, к сожалению, недостаточно. Мы это все понимаем, и нужны другие инструменты для того, чтобы постоянно напоминать, для того, чтобы постоянно главы стран приезжали в Киев, либо в другие столицы европейские и говорили, Крым – это Украина. То есть это всегда важно, и этого не может быть слишком много. Но я еще хочу об одном результате упомянуть, это то, что, собственно, был создан офис крымской платформы, к которому имею отношение я и представитель президента – это Милаташева. И мы занимаемся внутренним треком, то, что мы называем внутренней работой. Это то, о чем шла речь в том числе в вашем сюжете. То есть мы говорим о том, что мы разрабатываем реинтеграционные, так называемые, политики. Если очень простым языком высказаться, это то, что будет происходить в Крыму на следующий день после освобождения. Потому что, к сожалению, если мы говорим уже о десятилетии оккупации, освобождение, деоккупация Крыма – это важный, главный этап, но это не означает сразу восстановление мирной жизни. Мы столкнемся с огромным количеством проблем, вызовов, с которыми нам надо будет иметь дело. И это очень разное, начиная от решений суда, которых более миллиона судов оккупационных, так, что с ними делать, все ли они должны быть признаны незаконными, либо там нужны какие-то дифференционные подходы. И оканчивая вопросом, который очень часто, кстати, нам задают наши международные партнеры, и нам надо уже иметь ответ на этот вопрос, а что вы будете делать с гражданами России, которые незаконно приехали в Крым после 2014 года? Мы говорим о как минимум полумиллионе человек. Это очень много людей, и для нас это будет вызов с точки зрения операционной, но с точки зрения прав человека и международного права это уже огромный вызов. И мы об этом думаем уже сейчас. А также это является тоже приоритетом для президента Украины – это экономическое будущее Крыма, так сказать, потому что сейчас, конечно же, Россия вливает огромное количество денег в Крым, там просто все дотационно содержится Россией. Но я не говорю не только о пенсиях, каких-то зарплатах силовикам оккупационным, но вообще о том, как работает там экономика, если это можно так назвать. Конечно, для Украины это тоже вызов, потому что для нас надо понимать, что у людей возникает вопрос, а как мы будем вообще выживать в этих новых условиях. И мы пытаемся найти и выработать ответы на все эти вопросы, потому что, по нашему мнению, это приближает освобождение Крыма. То есть, с одной стороны, конечно, это ключевое усилие Вооруженных сил Украины, поддержка партнеров, о чем мы тоже вчера много говорили, но также будущее, предложение, вот эта визия будущего для Крыма, которую мы должны коммуницировать с нашими гражданами, в которую они должны поверить и которая их должна привлечь. Мария, коренные народы систематически уничтожались Москвой, разными режимами, которые преследовали одну цель, захватническую и абсолютно игнорирующую ценность человеческой жизни. Но вот нарушение прав человека в любом случае для демократии должно являться и является самым главным аргументом для того, чтобы действовать действительно четко и, возможно, достаточно категорично в некоторых моментах. Насколько на данный момент удается действительно разграничить два абсолютно отличающихся понятия. Это притеснение коренных народов к Крыму и выселение россиян после деоккупации Крыма, которые являются оккупантами. Потому что ведь звучат вот такие нарративы, мол, а чем тогда Украина будет отличаться от оккупантов, если они будут бедных россиян выселять? И почему-то никто не упоминает, что россияне, когда приехали в Крым, они селятся на землях, которые принадлежат тем людям, которых выселили оттуда или вынудили выехать, или которые вообще сейчас в застенках Кремля. Насколько у нас действительно достаточно инструментов, чтобы докричаться до мира и сказать, что это не одно и то же? Ну, действительно, это уже вызов для нас. Хотя понятно, что деоккупация Крыма, к сожалению, не состоится сегодня и завтра. Мы верим, что это будет в ближайшее время, но уже сейчас, конечно, этот вопрос нам часто задают. И на самом деле, скажем так, наши международные союзники на уровне дипломатов, конечно, они не наивны. Они понимают, чем отличаются граждане России, которые приехали после 2014 года от коренного населения. Но здесь есть важный момент, который мы всегда подчеркиваем, который я сейчас тоже хочу озвучить. Мы не говорим вообще об этническом каком-то профайлинге. Когда мы говорим о том, что Украине придется пригласить на выход, скажем так, граждан России, которые приехали незаконно в Крым после 2014 года, мы не говорим об этнических русских. Или вообще мы не употребляем это слово. И понятное дело, что этнических русских в Крыму в силу предыдущих московских режимов живет очень много. Но у них украинские паспорта. То есть это граждане Украины. И мы вообще не обсуждаем какие-то движения в этом направлении. Мы исключительно говорим о том, что таким образом Украина будет пытаться восстановить как раз право, то есть международное право в том числе. И мы будем это делать исключительно методами, скажем так, инструментами, которые не идут в разрез с международным правом. То есть это означает не применять массовое выселение или массовую депортацию. То есть этого никто делать не будет. Россия это делала не единожды. Вот вчера, кстати, у нас было еще одно мероприятие культурное. И на нем была художница, которая представила один из проектов. Она из Крыма. И она рассказывала историю своей семьи. У нее болгарские корни в том числе есть. И вот, например, болгар выселили, которые являются тоже... Они длительное время жили и живут в Крыму, этнические болгары. То есть об этом тоже не стоит забывать. То есть мы не говорим вообще об этнических историях. Мы говорим исключительно о гражданстве. То есть люди, которые законно либо незаконно находятся. И, конечно, будет применяться индивидуальный подход. То есть мы не исключаем, что будут случаи, когда люди, например, если это брак между гражданином Украины и гражданином России, в котором рожден ребенок, соответственно, на территории Крыма. Понятно, что это будут сложные случаи, где надо будет искать подходы какие-то особенные. И, конечно же, мы будем, еще раз повторю, придерживаться международного права. Но, кстати, это очень важный вопрос. И спасибо, что вы его задали. Потому что, конечно же, уже сейчас российская пропаганда вот эти вещи пытается забрасывать в информационное пространство, что якобы Украина будет заниматься этническими чистками на деоккупированных территориях, на территориях включительно с Крымом. Ну, конечно же, этого не будет. И для нас... И понятно, что это тоже уводит акценты вообще в другую сторону. Потому что для нас ключевым вызовом на этапе реинтеграции Крыма в плане восстановления прав будет крымско-татарский народ и другие коренные народы. Потому что мы должны думать, как справедливо создать это пространство с точки зрения права, чтобы народ, который несколько столетий страдал действительно от депортации, геноцидов, репрессий, чтобы он мог восстановить свои права. И вот это для нас задача. И нам надо об этом говорить. И мы тоже об этом международным партнерам говорим. Что давайте мы будем говорить о том, что действительно важно, а не отвечать на какие-то утки российской пропаганды. 26 февраля командующий оперативной группировкой войск Одесса встретился с командиром штурмового батальона имени Намана Черебиджихана капитаном Ленуром Ислямовым. И последний подарил командующему карту полуострова с крымско-татарскими топонимами. Вот в этом контексте. Знаете, вот говорят, вы нас сначала накормите, потом будете города, улицы переназывать и так далее. Это все второстепенно. Насколько это все-таки важно? Именно историческая подоплека. Важно подчеркивать на каждой площадке, что Крым – это не дача русских царей, а именно родина крымских татар. Да, безусловно. Эти дискуссии, мне кажется, мы с вами проходили на этапе декоммунизации. И мне кажется, что в общем даже людям, которые скептически настроены, либо для которых это кажется неважным, стало более-менее понятно, может быть, очевидно, что это не просто какие-то таблички, это пространство, в котором мы живем, это ценности, которые нам присущи. И мне сложно представить, извините, конечно, но сопротивляющуюся российской агрессии Украину, которая усеяна памятниками Ленина. Ну то есть это противоречит вообще. То есть картина, мне кажется, сложно ее себе представить. Потому, и, конечно, когда мы говорим об истории, я думаю, что в принципе с началом именно полномасштабного вторжения тема истории и, в частности, колониальных отношений между Москвой и Украиной, и Киевом, она зазвучала. То есть она и раньше была важна, по моему мнению, но она перестала быть маргинальной. То есть она, вот эти разговоры сейчас везде. То есть в Украине, на международном уровне все обсуждают, в чем особенности этого колониального отношения. Но вы знаете, работая с Крымом, мы сталкиваемся с тем, что, опять же, Крым воспринимается в каких-то категориях какого-то особого случая, скажем так. И если по отношению к Украине у людей многих на международном уровне открываются глаза, то есть они понимают, что такое Киевская Русь, вот эти вот вещи, и что тут наследственность, она за Киевом, не за Москвой. То с Крымом все очень пока сложно в том плане, что Россия сумела впилить, скажем так, даже в ключевые академические центры западные вот эту вот идею о том, что Крым всегда был русским, о том, что Крым – это очень важная военная база для России, опять же, дача для царей, императоров и так далее. И мы видим, как даже люди, которые очень хотят на самом деле поддерживают Украину территориальную целостность и из-за симпатии Украины или из-за симпатии, извините, к статуту ООН, то есть просто потому, что они понимают, в чем ценность этого международного порядка правового, они иногда в замешательстве с точки зрения своих собственных убеждений, которые были когда-то усвоены на каких-то там Russian Studies, условно говоря, в Оксфорде даже, или, да, не хочу называть какие-то конкретные университеты, но мы знаем, что, к сожалению, там этого много, даже в таких ключевых научных центрах. Вот, и потому мы пытаемся своими тоже скромными силами как-то предложить другой дискурс. Вот, например, медиа, которые говорят о том, что вот они просто употребляют слово «Крым» и сразу же говорят, что там любили проводить свои каникулы цари российские. Мы говорим, извините, ребята, но Крым – это место, где произошло не так давно, 80 лет назад, кстати, в этом году круглая дата, геноцид произошел. И вы не можете себе позволить вот говорить о Крыме как о какой-то там санатории или какой-то чебуречной, условно говоря, в то время, когда это произошло событие, которое просто изменило ландшафт полностью на этой земле. То есть это даже с точки зрения какой-то экспертной очень выглядит плохо. И потому, мне кажется, что это очень важно. И вчера мы проводили дискуссию при участии одного из ключевых экспертов, историков международного уровня, который работает с темой Крыма, Рори Финин, который также является директором украинских студий в Кембридже. Это человек, который очень много делает для того, чтобы мир увидел истинное лицо и Украины, и Крыма. Мария, мы благодарим вас за вашу работу. Действительно, ассоциации нужно менять, восприятие истории нужно менять. Мы совсем скоро будем переходить к минуте молчания ежедневной. Мария, я благодарим вас за то, что присоединились к нашему эфиру. Мария Атомок, руководитель службы обеспечения деятельности Крымской платформы, представительству президента Украины в Автономной Республике Крым. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Фридом в Телеграм, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Телеграм в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова